Добрый вечер! Телефон нашей с вами обоюдолюбимой радиостанции 6510996. Теперь несколько слов о печальном, грядущем и неизбежном. Предваряю все это стареньким-стареньким, бородатеньким, ну, в отличие от меня, анекдотом. Леонид Ильич Брежнев сидит у себя дома, сидит у себя в кабинете, к нему приходит персональный парикмахер, начинает его встречать и говорит, «Леонид Ильич, помните вот Прага, 68-й год?» Он говорит, «Не надо об этом!» Он стрижет дальше. Леонид Ильич, вот знаете, вот эти вот пражские события 68-го года... Ой, ой, не надо! Леонид Ильич, вот еще, знаете, вот Прага... Слушайте, почему вы постоянно меня спрашиваете о пражских событиях 68-го года? Леонид Ильич, каждый раз у вас при этом волосы дыбом встают, очень стричь удобно. Вот приблизительно такую же реакцию, как мне кажется, вызывают у московских властей явление под названием такси. У них волосы дыбом встают, при этом, в отличие от Леонида Ильича, желание стричь у них не пропадает. Очень хочется стричь, именно поэтому у нас проводятся постоянные разгромные реформы такси. Причем вот этот разговор о том, что мы провели реформу. Ребят, вы не реформу, вы мероприятия провели, в результате которых оно либо сдохло, либо не сдохло. Очень хочется умертвить такси, при том, что речь идет, конечно, о теневом рынке, но поскольку отличить теневое от легального довольно тяжело, и то, и другое конфликтует, создает массу проблем, поэтому проще медным тазом накрыть все явление. Но одно дело, когда идет битва с этим частым извозом, и другое дело, когда совершенно официально руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов замахнулся на уничтожение маршруток. Вы помните, наверное, вот вчера это вдруг выскочило, и сегодня побежала по информационным лентам сообщение о том, что на полном серьезе власть признает московское. Да, мы хотим извести маршрутки. Подоплека, естественно, денежная. Речь не идет о нашем с вами удобстве, речь идет о том, что мухлюют гады, поэтому часть денег уходит мимо государевого кошелька, в данном случае столичного, и необходимо выплеснуть ребенка вместе с самим явлением из воды, потому что половину-то оплатили, половину нет, и вот ради половины неплательщиков мы хотим весь этот рынок, ну, естественно, реформировать. То есть, проще говоря, уничтожить. И дальше идет следующее объяснение. Значит, как будет выглядеть транспортное явление под названием Москва? Маршруты будут выставлены на тендер, все желающие смогут поиграть в эту игру, на кону стоит 7 лет катания пассажиров, в тендере принимают участие те, у кого есть хорошие, дорогие, новые, свежие, чистые машины с вертикальным взлетом, с ковровыми дорожками, с баром, бильярдом и прочей ерундой, а также обязательно с голонасом, с кондиционером, с печкой, с отопителем, с губозакатывателем. И на всем на этом москвичи поедут. С точки зрения товарища Ликсутова, выглядит доктрина следующим образом. Вот с утра, когда много людей едет в сторону метро, тогда какие маршрутки? Зачем? Берется здоровенный автобус, и он здоровенный едет, а вот, например, когда днем спадает напряженность, тогда здоровенный никуда не едет, а вместо него едет что-нибудь поменьше. Ну, типа того, что называется маршруткой. Из этого следует, что товарищ Ликсутов либо диверсант, либо, мягко говоря, очень давно не пешеход. У нас автобусы в московский час пик, они не пролазят никуда уже последние лет 15. Вот уже лет 15 даже скромный по размеру, ну, относительно скромный Лиас, он никуда не может проехать. Именно поэтому у нас маршрутки столько конкурентоспособны, потому что они маленькие, наглые и верткие. Конечно, при том, что они, в общем-то, не маленькие. И вот эти маршрутки, они успевают челноком, носясь туда-обратно, привезти массу народу. Они объезжают пробки, они едут в том числе по самым хитрым маршрутам, по которым никакой автобус не пролезет, но почему-то московский департамент совершенно это не волнует. А ведь везут-то пассажиров и при этом в казну отчисляют денег в два раза меньше. Есть подозрение, что там на кону порядка 30 миллиардов рублей в год уходит мимо. То есть победить частный извоз, который миллиарды, но только долларовый проносит мимо рта, не получается и очень хочется запретить. Эти более подотчетны, более контролируемы, поэтому их тоже нужно уничтожить, чтобы мы с вами катались на здоровенных автобусах, которые никуда абсолютно не пролезут. При этом оплата будет не по количеству перевезенных голов наших с вами, а по соблюдению маршрута. Вот он должен был выехать на линию, он выехал на линию. Это подразумевает, что он обслужил всех, и именно за это ему платят деньги. То есть получается, что перевозчик не поставлен отныне будет в условия заинтересованности пассажирских интересов. Ему не надо людей возить, ему нужно оказаться на маршруте и доехать до финальной точки. Везет он кого-нибудь, не везет он при этом. Деньги от этого не зависят. Он получает свою зарплату, а транспортная компания получает свою прибыль уже сразу по факту нахождения транспортного средства на маршруте. И это декларируется в открытую. Причем мне очень понравилось то, что Алексу это говорит, что мы, кстати, еще и перекрасим весь общественный транспорт в единый цвет. А то правильно, вот мы с вами никак не можем понять. Выходим на улицу и не поймем, вот это вот белое, это маршрутка или не маршрутка? А вон то белое, мы прям так и путаемся. У нас как-то вот так много разных транспортных компаний ездят в совершенно феерических цветах. Вот одна белая и вторая белая. И мы ломаем голову. А как же нам угадать-то? Поэтому он предлагает покрасить, не настаивает, он предлагает покрасить в голубой. Это очень дезавуирующий цвет. Вот учитывая, что у нас частью страны управляет кооператив «Озеро», я бы предложил создать какой-нибудь специальный кооператив в рамках Москвы, управляющий реформами на транспорте, в первую очередь разгромом такси. И тематически, учитывая вот этот дезавуирующий цвет, предложенный Ликсутовым, назвать бы его «Голубая устрица», что позволит москвичам и гостям столицы быть максимально точными в определении качества и ориентации людей, затевающих подобные мероприятия. Уничтожение московского такси не состоялось. Уничтожение московского маршрутного такси гораздо более реально. После этого, скорее всего, будет что-нибудь сделано с метро. Для уничтожения московского метро и для создания максимальных проблем обсуждается на полном серьезе вопрос о том, что а не подарить ли хорошим ребятам, которые, естественно, выиграют по-честному тендер, линии московского метро. Вот, например, за москворецкой будет принадлежать, условно говоря, Виксельбергу, какая-нибудь Тимирязевская линия будет принадлежать Вагиту Алик-Перву, и они получат право назначать свои собственные тарифы, свои собственные правила. Ну, потому что я вот взял у государства, честно, выиграв в тендере ту или иную ветку метро, поэтому я могу себе позволить определенные какие-то правила свои собственные, тем более есть же мировой опыт. Вы смотрите, в других странах все так и живут. Мы знаем, как транспорт в других городах прекрасно себя показал общественный. Именно поэтому у нас будет то же самое. У нас же любая реформа, она всегда великолепна, всегда гениальна. Метро, да, запросто. В целом, получается, какая картина. Значит, Москва не для жителей. Центр, тем более, ездить туда нельзя, парковаться туда нельзя. Те, кто рискует на своих автомобилях, куда бы то ни было ехать, у них, во-первых, зауженность дороги, поскольку выделенка для автобусов. В центр кассоваться не моги, тебе туда нельзя экологическим классом. Мы тебе запретим туда въезжать, на своем калашном, в наш-то ряд более цивильный. Потом у нас там еще парковка дорогая. Сейчас мы Москву нарубим бетонными секторами хорд и колец и скоростных магистралей, которые недопустимы в Москве абсолютно, потратив все бюджетные деньги на это. И, может быть, даже еще сделав платные дороги в черте города. И в результате получится, что на своей машине ты не поедешь уже никуда, такси разгромили, маршруток нету, есть здоровенные автобусы, которые едут вне зависимости от наших интересов, и в том числе по своим маршрутам, потому что, обратите внимание, московские маршруты проложены не там, где нам с вами нужно. Московские маршруты проложены там, где им удобно. И у нас довольно много маршрутов, в том числе по выделенке, едут четко совершенно по трассам метро. Над трассами сверху ползет автобус, снизу идет метро. Они идут в одном и том же направлении с одинаковыми, в том числе, остановками. Это сделано почему? Ну, потому что у нас так исторически сложилось. Картина совершенно парадоксальная. Значит, жить в этом городе уже совсем никому не надо, и жить в этом городе уже совсем не позволяется, и будет окончательно невыносимо. Это любопытная такая затея, она касается уже не только транспорта, она касается всех нас, причем идет расширение географии, вот этот вот прирост на юге Москвы, земель, которые не сильно обитаемые, но сильно подорожавшие. У меня складывается очень неприятное подозрение. Ну, то, что мы здесь лишние, это ясно. Из Москвы, с одной стороны, никто не хочет уезжать, она притягательная, а с другой стороны, затягивание петли, в том числе и бетонные, транспортные на шее у нас, это намек на то, что те, кто, видимо, привык к городской жизни, должны уступить место тем, кому это понравится. Происходит замещение населения, в том числе коренного населения, пришлым, менее притязательным, способным работать на вспомогательных работах. И, значит, Москва это будет город для очень небольшого процента избранных и всего остального персонала по обслуживанию их. То есть будут те, кто должен накормить, почистить, убрать, постирать, и остальные не нужны. Я бы в этой связи все-таки московскую и центральную власть из Москвы переселил бы куда-нибудь на берег, ну, там, где свежий воздух, Северного Ледовитого океана. И, во-первых, в центре страны, во-вторых, недосягаемо, очень хорошо будут там играть в свои игры. Пока эксперимент идет над нами. И вот уничтожение маршрутного такси, которое официально заявлено, это ведь не я сказал уничтожение, это как раз цитата, поскольку речь у Ликсотова идет именно о ликвидации маршрутного такси. Вот все вместе эти затеи говорят о том, что нам в этом городе не место. К сожалению, мы это прочувствовали на себе и будем чувствовать впредь. Сейчас я прервусь на новости рекламы, а потом вернусь к вам. Телефон прямого эфира 6510996. Вчера я не успел ответить на вопрос Леонида. Напомню, он купил Discovery 3. Машина у него 2008 года, он на ней ездит год. И никак не может понять, почему так много анекдотов о том, что машина ломучая. Его опыт свидетельствует об обратном. Машина замечательная, за год она ни разу не сломалась, влюбила в себя хозяина и безбедность существует и, видимо, будет существовать. Ответ на этот незатейливый вопрос на самом деле еще проще, потому что предыдущий хозяин Леонида все починил в этой машине. Чудо не произошло, технологического рывка нет. Машины идеологически очень правильные по качеству изготовления. Это как было, так и остается, мягко говоря, не эталонное явление. Человек, который 4 года до Леонида прокатался на своем Discovery, он успел устранить все то, что сейчас счастливо использует Леонид и все у него в порядке. У нас Иван, первый дозвонившийся. Здравствуйте. Иван. Иван, это вы в эфире. Здрасте. Алло, здрасте, Сергей. Я в эфире. Да, Иван, скажите сразу, а как вы относитесь к идее уничтожить в Москве маршрутки? Алло, Иван. А я вообще уже давно не понимаю здравого смысла вообще искусственных целей, к которым стремится править как Москву, так и страны. Ну, у вас не возникло ощущение, что вы, так же, как и я, лишние в этом городе? Ну, может быть, даже в стране. Иван. Не хватайтесь за сердце, Иван. Не хватайтесь за сердце. Существование в каких-то параллельных реалиях. Это да, но одно дело... Все больше наблюдается. Если бы они жили бы на своем облаке и не тревожили нас, это было бы еще терпимо. Но они же не олимпийские боги. Они на землю постоянно спускаются и что-то тут творят. И вот, например, идея избавить нас от маршруток, она как вам? Понравилась? Ну, значит, появятся другие маршруты. Нет, то, что уничтожить все не получится, впрочем, как и нас с вами, это понятно, но вот эти порывы меня, например, смущают. Иван, что у вас? Что у вас наболело? А я вам писал сообщение. Меня все-таки очень интересует машина Рено Трафик. Да, вы несколько дней подряд пытаетесь про этот... Трафически мало информации, так что вот хочется что-нибудь про нее услышать. А что именно вы хотите? Вы же ее собираетесь пригонять откуда-то там из-за рубежа, насколько я понимаю. Ну, хочется новую, а в комплектации Generation она, ну, наверное, из Белоруссии. Да. Вот имеет ли смысл угнать ее из Белоруссии новую, поскольку у нас общая единая таможенная пространство. Ну и вообще. Да вообще... В сравнении, скажем, с транспортером, с мультивеном, вернее. Ну, мультивен, каравел, транспортер, одно и то же. А вы в чем сравниваете? Вы пытаетесь понять стоимость обслуживания? Перспективы по эксплуатации? Ну, в общем, наверное, да. Стоимость эксплуатации. Вольксваген будет чуть-чуть подороже и в чем-то чуть-чуть понадежнее. У Рено очень хороший дизель. Он же, кстати, эта же самая машина, она же еще по совместительству является Опелем. Это одна и та же штуковина, только она в разных странах продается под разными именами. И он, в общем-то, Европу на себе таскает. Тем более, вы когда его пригоните в нашу страну, вы получите здесь сервисную поддержку. На мой взгляд, Peugeot Boxer лучше, чем Renault Traffic, потому что у него и ценник по техобслуживанию чуть-чуть более лоялен. Французы в этом отношении друг на друга пристально смотрят. Немец, да, чуть дороже, чуть выносливее. Еще тут же Ford Transit, пожалуйста, во всей своей красе и гамма у него огромная. Дальше уже родственник Mercedes Volkswagen, который Sprinter. То есть следующая ступенька. Не, ну, я имею в виду машины для личного пользования. При цене практически в 2 раза ниже их очень мало. Вопрос, почему? Потому что эта штука дорогая и ломучая. Только поэтому. Вы можете в этом убедиться из своего кошелька. Именно поэтому Peugeot, Volkswagen и Ford у нас более популярны, потому что с ними проще. А Peugeot, обратите внимание, ну, впрочем, как и Ford, сколько они у нас бегают в маршрутных такси. И по 200 тысяч они выкатывают без суровых проблем. При том, что эти машины там переделаны многократно, поскольку пришли к нам они коммерческими фургонами, потом в них поставили салоны, и все эти переделки, все эти вторжения, они потребовали в том числе проникновение в электрику, и все равно не смогли загубить машину, она на линию выходит достаточно исправной. Вот та линия, по которой я пользуюсь маршрутками, пока еще не уничтоженных московскими властями, там у Peugeot уже по 200, 220, 230 тысяч на одометрах. И я специально у водителей спрашиваю, какие проблемы. Они мне все очень жалуются на дворники. Они говорят, не, ну это же резина-то какая, ну сколько ж можно, вот я уже третий год на ней езжу, а уже ничего не видно. А поменять? Он говорит, не, ну хозяин должен менять, что я из своего кармана, что ли. Все, остальных проблем нет. И причем у Peugeot, у него, у Peugeot Citroen, у него как раз программа, что называется, клиентской лояльности. Они со своим корпоративным клиентом очень по-доброму решают многие вопросы, и в том числе по гарантийным случаям. Сам был тому многократно свидетелем. Ой, продолжаем общаться. У нас Сергей на линии. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, как вы относитесь к идее расстаться с маршрутками в Москве? Очередной бред. Вообще, конечно, проникся в вашу речью. Ну, шай, что называется. А вот за ту инициативу, что введены выделинки, это вот господин Собянин у нас или Лексутов? Ну, Собянин у нас все-таки главный ароматизатор. Все-таки он повыше, это рыба-то у нас начинается оттуда, а Лексутов это человек, который у него реализует непосредственно транспортные порывы. Ну, вот того человека, который именно генератором вот этих выделенных, я желаю вечных мукады и гореть в аду. Я надеюсь, ему передадут им обоим. Да, два народа. Да, они на пару. Ну, вдруг они не в курсе, как мы к этому относимся. Мне все-таки кажется, идея создать кооператив «Голубая устрица», чтобы мы точно знали, как их называть, в данном случае абсолютно правильная. Это мягко сказано. То есть, вы знаете это название в более резкой редакции? Кто же не знает. Да. В классике никто не знает. Да. Что у вас, Сергей? Вопрос такой, немного на фантазию. Давайте. Выстоты вашего опыта. Какой бы автомобиль вы бы рассказали, который подходил бы идеально к российским условиям? То есть, не то, что только грязь смесить, но там и в городе по нашим относительно ровным дорогам ездить. Если не ограничивая в бюджете. Вот, что бы на ваш выбор выбрали? А вы под словом «Россия» подразумеваете от Москвы до дальних до окраин? То есть, Москва-Владивосток? Да. Ой, в нескольких классах есть несколько машин. Внизу идеальная машина фантастически талантливо сделанная называется «Деуматис». В нее помещается девять взрослых человек с вещами. Я проверял. На себе проверял. Ну, причем из соседних маршруток просят отсыпать хотя бы несколько. Я не поделился, поэтому ехал дальше в приятном коллективе. Мне кажется, далеко так не уедешь. Причем желание. Да, вот в «Девятером» нет, но я на своем «Матисе» несколько лет подряд ездил на Украину и обратно. То есть, машина и по трассе шла, и уж естественно она нормальна в любом городе, по расходу топлива нет проблем, по количеству груза, который она берет в недра свои, тоже нельзя сказать, что она тупиковая ветвь развития человечества. У нее в багажнике ведь полноразмерная запаска стоит, тоже не случайно. Туда, мягко говоря, кое-что влезает. Это вот одна категория универсальных транспортных средств, тем более, что по зиме на шипованной зимней резине благодаря своей геометрии, маленькой массе и хорошему украдящему моменту эта штуковина выныривает из таких сугробов, из которых более серьезные, более тяжелые и моноприводные, конечно, машины не выбираются своим ходом. Более универсальная машина, вот что называется универсальней еще поискать, это Volkswagen Touareg, что первый, что второй, причем желательно в вариантах дизельного сочетания с пневмоподвеской. А как же наша солярка? Нет, ну, знаете как, кряк сказал английская лесопилка, ага, сказали русские рабочие. Нет такой техники, которую мы бы не прибили. У нас есть конструктор автомобилей Антонов, совершенно фантастический человек, Александр Антонов, которому принадлежит фраза «Нам нужен автомобиль простой, как автомат Калашникова». Вот исходя из этого, нам нужен Ford T для всей страны. Но Ford T все-таки он как-то немножечко нервирует. Тем более, вот те, кто на нем ездили, они знают, что у него три педали, но все три педали не про то. Нам кажется, что раз три, то это современные функции, ничего подобного. У него все три педали отвечают не за то, за что мы привыкли. Вот Touareg, это универсальная машина, с дизелем она потребляет немного. Убить его сразу топливом, может быть, и не получится. Кузов большой, едет хорошо, и, ко всему прочему, она еще и внедорожник. На ней можно забраться туда, куда, в общем, не на каждом аппарате залезешь. И не зря в интернете есть картинки этой машины в раскраске Бундесвера, потому что немецкие вояки на Touareg на полном серьезе пытаются ездить там, где американцы катаются на хаммерах. Это другой вариант универсальности. Есть третий вариант универсальности, это какой-нибудь Жигуль, любой, неважно какой. Его универсальность, она из, по крайней мере, ремонтопригодности. Запчасти есть, четыре сидения, печка, руль, кондиционера нам не надо, это багажник. Это немножечко такая убогая грань универсальности, но вот как-то, я думаю, что и вы, и я, и многие наши слушатели оказывались в ситуации, когда мы забирались куда-нибудь туда, где ну Маккар телят не гонял. Бац, а там Жигуль стоит. Мы-то тут рубились на чем-нибудь суровом, серьезном, а оказывается местное замечательно на нем ездит. Поэтому универсальность, она, к сожалению, не имеет однозначного ответа, что вот именно это является универсальным. Но, скорее всего, универсальным будет полноприводная машина с кузовом универсал. Ну вот как Туарек, кто-то такой. Как Туарек, потому что можно, конечно, посмотреть в сторону китайцев, но китайцы, они меня, например, настораживают очень сильно. Китайцы сделаны... вопрос, вот можно, как вы относитесь к китайскому автопром, потому что вопросов что-то я вот не слышал про раньше, про китайский автопром для вас. Ну, потому что основная часть аудитории Финама, она, к счастью, проходит мимо этого. Она предпочитает автомобили, а не макеты. Китайские машины и вообще китайская доктрина взаимодействия с нами и проникновения на нашу территорию, она подразумевает, что чем быстрее мы сдохнем, тем быстрее они будут здесь жить. И китайская машина, которая сделана по мотивам настоящей, но не всегда таковой является, она как раз для того и придумана, чтобы мы с вами померли за свои же деньги, они потом спокойно оплакав нас тихонько жили здесь, не тужили и катались на более приличной технике. Китайцы пока не умеют делать автомобили. Вот когда под надзором и для внутреннего рынка, да, кое-что получается, сильно патентованное, то же самое, как Эплы китайские, они нормальные, а вот все остальное у них, например, тоже не очень получается. Но автомобили, до них надо дорасти. Вот мы с вами не очень доросли в потенциале нашей страны, и Китай по сию пору не очень дорос до производства автомобилей. Хотя, конечно, они и пытаются. Но темпы у них гораздо сравнить с машиной. Это все туфта. К разговору о Китае ощущение, что эта страна лидирует, оно с одной стороны действительно овеществленное, можно даже пальчиками потрогать, с другой стороны не забывать, что Китай это страна с закрытой статистикой, с непрозрачной экономикой, поэтому любые заявления Китая о том, какой у них безудержный, замечательный рост и в том числе уровень жизни населения, надо делить на 33. Я когда был в Китае, то с пристрастием допрашивал каждого свежего переводчика, а так получалось, что нам давали надзирателя из местного КГБ каждый день нового, причем за ним еще надзирал другой, который прикидывался водителем. Я им задавал один и тот же перечень вопросов и каждый раз, конечно, ловил на несоответствие ответов. То есть каждый день я спрашивал одно и то же, получал 7 дней за неделю совершенно разные ответы. Но в целом, вот сейчас, когда в Китае такой потрясающий подъем, и когда все так замечательно и здорово, там работает программа, пытающаяся как-то спровоцировать крестьянское население на покупку холодильников. Потому что там холодильников нет, как и электроэнергия у китайцев в провинции, в сельском хозяйстве, в деревнях. И когда туда пришли государевы мужи и сказали, а хотите вы холодильником пользоваться? Вопрос был первый, что это такое? Вопрос был второй, а почему нам нужно пользоваться вашим холодильником, когда последние пять веков мы пользуемся колодцем для этой цели? Вы нормально эти скромные продукты, которые у нас есть, храним там, в кулечке, в мешочке и в ведерке. Поэтому вы со своим кондиционером можете пока отдохнуть. Это разговор о том, как замечательно развивается Китай. В Китае развивается Пекин, Шанхай и еще несколько городов. И там пока, мягко говоря, все не настолько однозначно. Насколько я подозреваю, у нас на одной из линий Сергей, причем из Санкт-Петербурга. Сергей, я прав? Вы из Санкт-Петербурга? Да, совершенно верно. Слушаю вас по интернету. Добрый вечер. Здравствуйте. А как вам разгром нашего московского такси? У вас в Питере тоже пытаются извести, что они транспорные? Знаете, такси пользуюсь редко. Это постоянно есть у меня, к сожалению, а может быть и к счастью, оператор, который меня не подводит. Такого разгрома нет. У нас, вы же понимаете, все наши уехали к вам, там и громят. Да, у вас передышка небольшая техническая. Ну, до нас, видимо, тоже доберутся. Конечно. Как они вообще? Что же это вы? Если снимать уж штаны со всей страны. Правильно. Уж заботятся так насмерть, конечно. Да. Ну, иллюзий никто же не питает. Да. А вопросик с вашего разрешения. Езжу на Санта-Фе в первых его, скажем так, годов появления у нас, поскольку хорошие ребята, хорошие связи, хорошие дилеры и цены хорошие. Но сейчас Санта-Фе изменил, скажем так, внешний облик и подорожал до Volvo XC60. Да. Шат просится на волю. Так. Так. Поругайте их и 60 или, может быть, похвалите новый Санта-Фе настолько, чтобы я у них так и остался. Лучше оставайтесь у Санта-Фе, потому что, во-первых, вас там знают, вас там любят, вас там ценят, и вы их знаете, и вы уже выстроили с ними нормальные отношения, когда они понимают, что вы им простите, а что нет. И если есть возможность не менять дилера и бренд, то вполне логично развиваться вместе с ним. Новый Санта-Фе это замечательный совершенно кроссовер, это большая, легковая, удобная машина, на ней суровое бездорожье где-нибудь под Новосибирском лучше не трогать, но выехать из Питера в сторону Москвы и не потерять колеса шанс есть, и сам по себе автомобиль, он как вот все корейцы развивается рывками, то есть он не на ступеньку лучше, а ступенек на пять лучше своего предшественника. И очень классно все сделано, не разочарует он вас, хотя, конечно, стоимость его владения она все дороже и дороже, и когда вы только-только приступили к эксплуатации Санта-Фе, жизнь была дешевле, ну там, трава зеленее, небо голубее, это понятно, но как только вы перейдете в разряд Вольво владельцев, выяснится, что у вас бесплатно все было, вы ездили просто даром, а дилер вам, можно сказать, делал только подарки, и с вас копейки не брал, потому что дилер Вольво, он в этом отношении, ну, мягко говоря, больше заинтересован в прибыльности собственного бизнеса, и в гробу он вас видал в белых тапках, к сожалению. Ну, хорошо, спасибо большое, единственное пугает внедорожные качества, которые с каждой моделью, скажем так, тают на глазах, на крайнем Санта-Фе, который у меня вот в предыдущей серии, я съехал зимний, скажем так, ночью, один раз в квест, совершенно легко, на ровном месте не смог выбраться, второй раз съехал, и я так понимаю, это уже тенденция, по сравнению с первым Санта-Фе, который ездил по всему чему угодно, эти никуда не хотят ехать, в принципе. Эти все-таки легковушки, они очень хорошо относятся к зубастой зимней резине, у вас там недалеко есть завод Нокиан, который делает приличную зимнюю резину, хоть и дорогую, и это единственное, что спасет, потому что ведь кроссовер, он живет ровно до тех пор, пока пузом не цепляется за земную твердь. Вот он может бороться с какими-то неровностями и с тем, что мы с вами называем бездорожьем, ровно до тех пор, пока не сядет на пузо. Вот как только он в своей геометрии за субстрат зацепился, все, дальше, к сожалению, выясняется, что это легковая машина. И вот, к сожалению, клиренс уменьшился у него еще на 2 сантиметра, то есть 18 вместо 20. И это печально. А живу я за городом. А снег тоже чистить у вас не буду. Дальше вы просто в таком случае... Ведь ХС-60 это тоже легковая машина, и он в этом отношении еще нежнее, еще более трепетный и тоже совершенно не внедорожник. Поэтому дальше на следующем витке эволюции, когда корейцы вообще перестанут делать серьезные полноприводные аппараты, вы уйдете к кому-нибудь, например, к японцам или к немцам, скорее к японцам, и купите себе какой-нибудь там Паджеро Спорт и будете рубиться сквозь отечественную действительность. Тем более вдруг, к тому моменту мы ваших вам вернем, и тогда у вас там начнутся включительные реформы. Не дождетесь, не возьмем. Ну, смотря в какой упаковке мы вам их вернем. А, рассмотрим, согласен, да. Спасибо вам. Андрей у нас на связи. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Здрасте. Меня интересует машина. Тобелак, Титерес, полный привод. Что вы думаете, что от нее ждать? Вы новый хотите Титерес или по вторичному рынку? У меня новый на 2011-го года. Просто вот на ней езжу. Как у вас с запчастями? Насколько быстро дилер? Ну, по крайней мере, пока быстро. То есть у вас, судя по всему, ничего не ломалось, у вас просто идет речь о регламентах работах. Там маслица, колодки, фильтра. Да. То есть машина вас ни разу не подвела? Пока нет. А сколько вы до нее пробежали? 25 тысяч. За практически два года 25 тысяч. Вы очень хороший владелец, вас любят женщины, домашние животные и машины. Они вам служат верой и правдой, не болеют, не кашляют, и ваш Кадиллак будет один из немногих, безбедно проживших весь период, сколько вы собираетесь им владеть. Это только вы за счет своего доброго биополя продляете срок жизни автомобиля. В руках любого другого человека он бы давно уже захворал, захромал, загремел бы и заскрипел и обратился бы к DHL, который бы вам в ближайшие 20 лет привез бы нужную запчасть. А ваш агрегат, он живет только потому, что вы его любите. Бывает же, вот некоторым СТСам везет, хотя я знаю тех, которым на Андреев не повезло. Антон у нас на связи. Здравствуйте, Антон. Добрый вечер, Сергей. В продолжении темы кроссоверов хотел спросить. Вот у меня X-Trail восьмого года, ну, конец восьмого куплен в девятом. Начинаю задумываться о чем-то новом, но пока на рынке не вижу никакой альтернативы. Вот что-то посоветуете. И второй вопрос. Недавно купил себе Енота, как вторую машину. Езжу, кайфую. Вот хотел ваше мнение о данном автомобиле. А у вас X-Trail какой? 2,5 на вариаторе? 2 на вариаторе. А, потому-то он такой хороший. Сколько он пробежал за эти годы? Почти 70. То есть еще столько же он пробежит и опять-таки без проблем. А почему вы, глянув за угол, то есть вышел Антон на улицу, глянул на село, а ничего больше не увидел? Ведь кроссоверов много, в том числе и крупных по размеру, в том числе и мелких. Что вам не позволяет оторваться от X-Trail в их пользу? Ну, я смотрел там тех же корейцев в Santa Fe, но ценник как-то очень пугает, там на 1,8 выходит. Да, да. Вот. То есть ну как-то я считаю в Santa Fe за эти деньги это очень много. То есть хотелось бы по ценнику где-то в полтора уложить. Ну вы же свой X-Trail взяли в момент, когда ниссановская дилерская сеть билась в истерике и скидывала цену. Вы его взяли, что называется в нижнем пределе. Ведь дешевле ни до, ни после. Ну в принципе да, да. То есть это была цена назначенная кризисом, а не менеджерами. Потому что сейчас и X-Trail в этой же вашей комплектации стоит ну процентов наверное на 30 дороже. Ну ровно так. Да, но при этом он не стал лучше. То есть в целом рынок весь стал мягко говоря дороже. Проще говоря оборзел в корягу. И любая машина которую вы сейчас попытаетесь купить она будет по цене совершенно несуразной. Поэтому вот конкурентов приличных и автомобилей лучше чем X-Trail на рынке много. Но они действительно будут все с таким ценником который вас пугает. И в этой связи тогда даже не заморачивайтесь. Вы еще 70 тысяч на X-Trail отъездите вообще без вопросов. Тем более вы взяли второго Nissan на себе в семью Note он тоже проживет довольно много. Единственное что вы можете в этой связи сделать вы можете себе купить еще Samsung Note чтобы у вас была просто коллекция этих предметов. И тогда жизнь будет абсолютно безбедной. У вас очень классно подобранный автопарк и с ним проблем не будет. Note новый удобный кроссовер проверенный временем и такой же удобный никаких трудностей не ждите вы от них подвоха. у нас на линии Виктор. Здравствуйте Виктор. Алло. Здрасте. Здрасте. Сергей не сначала слушал насчет маршруток. Да. Я не ослышался. Да, насчет маршруток насчет разгрома маршруток ради того чтобы мы с вами вообще ездить перестали потому что что-то мы как-то очень много суетимся по жизни. Сидели бы на кочке ровно. Алло, алло. Да. Понимаю а вы можете более подробно кто это предложил в связи с чем какие аргументы выдвигал за... Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов он сказал что маршруток в их нынешнем понимании в Москве скоро не останется потому что 30 миллиардов рублей мимо моего носа проходит в год мне это не нравится поэтому все пусть ходят пешком подробности в интернете это для нашего с вами благо поскольку чем больше мы ходим пешком тем мы здоровее нет вы не согласны ну понятно понятно ну короче мимо рота мимо носа да проходит конечно если эти деньги проходят мимо то уничтожить надо всех чтобы в принципе на этом кладбище все были равны а вы ну как-нибудь разберетесь все что там Виктор понятно 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 да все партия едино непобедимо роликовые коньки поскольку с велосипедами в метро уже давно не пускают поэтому ролики когда эти кролики встали на ролики какой же достигли а не быстроты вот мы с вами прижав ушки и будем скакать очень весело подрыгивая хвостиками под шумные аплодисменты я думаю что после этого ролики будут с номерами с техосмотром со страховкой ОСАГО и еще с чем-нибудь как вам такая идея а вы на чем сейчас ездите в свободное от роликов время нет я сейчас редко езжу я вот как раз больше пешеход сейчас в этом плане а то есть вы первая жертва мы-то еще хоть как-то попытаемся сальтернативничать а вы-то как раз попадаете под заботу а вы живете в Москве или с пригорода приезжаете за городом я это пока в Московской области то есть и у вас маршрутка по большому счету это единственная артерия жизни она вас привозит сюда к месту работы ну я понимаю да у нас в данном случае да там от платформы железнодорожной до поселка до маршрутка ну я к тому что наверное к нам дойдет это ведение правильно ну там может быть не сразу тем более у вас очень осторожный владелец Московской области он после Шойгу чихнуть боится он это сделает не сразу а наши резвые наши вот они уже засучили рукава и хотят сделать голубой вагон бежит качается потому что они то что останется хотят голубой цвет покрасить ну чтобы мы сразу понимали как правильно называть авторов реформы не зря же эта голубизна прет у них из-под сознания понятно спасибо большое спасибо вам прервусь на новости рекламу вернусь к вам вопрос сайта Алина выбирает себе Opel Antaro два двигателя либо 3.0 бензиновый либо 2.2 дизель какой лучше и там и там автомат вообще дизель конечно лучше он очень интересно сделан замечательно реализован и самое главное что вместе с коробкой автомат у них полнейшее взаимопонимание но Алин вот мужчине вот точно сказал берите дизель не пожалеете вам на всякий случай в целях топливной безопасности возьмите бензин с ним проблем меньше Андрей спрашивает выбирает между Skoda и Rundster и Volkswagen Golf Plus и тот который чуть повыше в семье двое детей цены у них практически сблизились что могу посоветовать посоветовать я могу Peugeot Partner TP это более удобная более универсальная более направильная машина если партнер TP вам по какой-то причине не нравится а Rundster и Golf Plus вам кажутся максимально близкими по всем параметрам тогда бросьте монетку это будет совсем правильно у нас Алексей на связи здравствуйте Алексей здравствуйте Сергей Степанович самое популярное имя наверное для ваших да да среди автомобилистов это самое такое частое имя да 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 или может мы более активны вот и самое часто задаваем вопрос в связи с расширением семьи да но здесь у меня даже больше наверное будет крик души нежели совет выбора авто совет выбора авто вы мне дали еще может быть около полугода назад выбрал автомобиль замечательный ц-класса Skoda Octavia вот наверное один из самых правильных автомобилей да может быть с моей точки зрения с моей тоже вот да и старался взять новый автомобиль но очень сильно разочаровался разочаровался в чем наверное я вам писал что кто же его собирает а Калуга здравствуй родная Калуга да кто же его продает какие же люди его обслуживают и когда выходишь смотришь умиляешься видом этого автомобиля то все остальное идет ну коту подхоз как говорится кривостоящий руль обслуживание дилера вот пять раз мне пытались изменить это руль на положение прямое и так и не сделали то есть битва с подрамником на самом битва с подрамником исправление ломиком все эти страшные как говорится процедуры не запуск двигателя на заводе тоже была такая у них весной проблема что какой-то партии автомобилей залили какое-то не то масло и все двигатели с ужасным скрипом и звуком не заводились то есть машины в ужасном состоянии приводились все на эвакуаторах и меняли масло по гарантии как бы дилер тоже об этом знает и мне это сделали причем машина новая вдобавок ко всему вывалилась там кнопка центрального замка и вы знаете такое отношение было к машине когда тем более к новой тем более к такой проверенной выбор был осознанный осознанный да что проверенная и надежная машина уже из года в год и хотел именно взять старый кузов вот который нынешний да потому что новый что не хотелось сталкиваться ни с какими проблемами но случилось но дело в том что машину мы покупаем не только как саму машину но и возможные проблемы которые может с ней случиться но не дилер не представительство претензий в которые пишешь и сам им перезваниваешь ну что там ну никак практически не реагирует скажите Алексей Алексей картина поле боя понятно усеяно трупами а теперь вот вы каждый раз заявляли один и тот же дефект и у вас есть заказ снаряд или это не было у меня есть пять заказ снарядов пять заказ снарядов а шесть раз я посещал дилера и эти все пять заказ снарядов на самом деле официально подтверждают наличие этой неисправности конечно а мы считаем до трех после чего берем учебник Антона Незветского по защите прав потребителей и вооружившись его знаниями адвокатом требуем заменить на товар надлежащего качества а у вас тем более гарантийный период вы знаете так как знаю что судебный процесс он не краткосрочный а очень долгосрочный и я люблю в принципе эти вещи но год еще терпеть допустим такого качества автомобиль у меня просто нет нежелания невозможности у меня единственное желание поправить эти исправности и отдать почти новый автомобиль с пробегом пять тысяч в другие хорошие надежные руки и надеюсь что поломок больше может и не случиться но общаясь с дилерами общаясь с представительством у меня просто нет желания так скажем эксплуатировать замечательную марку но купленную в России меня бы тоже это отравило а тем более Алексей ведь у вас же полная засада потому что сейчас еще в Москве маршрутки изведут и будет совсем тяжело это совсем будет тяжело тем более мы ждем ребенка и так далее хотели хотели радоваться только этому но приходится радоваться и купленной марки шкода но то есть вы вы от судебной тяжбы уклоняетесь но вы знаете я знаю что это принесет дополнительные нервные затраты это и денежные издержки на которые я сейчас не готов пойти понимаете в общем да просто возможности лучше радоваться да лучше радоваться ребенку и новой машине чем эту печаль тащить на себе это поскольку нескончаемо абсолютно хотя победа над дилером она так окрыляет а победа над представительством загнутым в бараний рог ооо Андрей у нас на связи здравствуйте Андрей здрасте 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 наконец-то дозвонился спустя 3 дня ой как хорошо я рад скажите Андрей вы на маршрутках катаетесь хоть изредка перестал в последнее время после того как купил шкоду так у вас со шкодой приятный опыт позитивный 35 тысяч пока проблем никаких ну конечно заводу кривенько прикрутили там заднюю обшивочку ну это калужская сборка деваться некуда искал машину с ДСГ последних партий поэтому отступать было просто некуда либо бери то что есть либо да либо иди дальше там маршрутка тебя за углом ждет но не факт что ты что-то найдешь да хотел бы поругать давайте тех же дилеров да товарищ общался значит с другом и узнал вот какую вещь дилеры марки кия не буду говорить кто именно специально обклеивают самоизоляцией тест-драйвовские автомобили ну естественно об этом не говоря тому кто будет проходить тест-драйв и человек кто проходит думает какая у меня замечательная машина зачем мне допустим какие-то там мерседесы ну машина высшего класса ну кстати можете сказать какой это дилер это ну боюсь хорошо выдавать иметь полное право как в такой ситуации бороться я слава богу уже приобрел но вот на будущее ну там стучать внешние панели крышу двери когда я приобретаю автомобиль он оказывается без шумоизоляции я понимаю что это уже не то как мне с ним бороться вы поскольку обман не докажете и у вас не будет прямой что называется причины следственной связи вам не обещали конкретно эту комплектацию эту машину они всегда сошлются скажу что это индивидуальная особенность если вы хотите все абсолютно то есть от малого до великого и кант неважно да ну все это здравийские машины а потом выясняется что клиент покупает совершенно другое если вы хотите задаться целью с ними сразиться то вам нужно скрытое видеонаблюдение и утечка информации потому что будучи человеком со стороны прийти и доказать умысел и наличие будет очень тяжело вы вам юридически не позволено вторгаться в их семейные отношения и в чем бы то ни было их обвинять поэтому получается что вы всегда заранее в проигрышной позиции вы приходите и говорите ребята нечестно играете они говорят Андрюш пошел нафиг и в общем-то дальше что либо снизу в челюсть либо юридического разговора не получается а для того чтобы кого-то хоть как-то притянуть хоть к какому-то ответу нужны документы у нас суд рассматривает не факты и не события он рассматривает бумажки если вы приносите бумажки из которых следует что Вася Иванов гад тогда Вася Иванов гад а если вы например приносите труп вы говорите слушайте на труп бумажки нет значит он живой вот пока на труп не будет бумажки мы не признаем что он труп поэтому когда где-то кто-то мухлюет мухлюют они на самом деле с утра и до ночи то со стороны то естественно я не приду но если я покупаю и потом это обнаруживается друг мне сказал что один из клиентов все-таки выбил у них полную шумоизоляцию своего автомобиля северокупленного североприобретенного молодец значит в таком интересно каким образом в таком случае можно попытаться сделать это только при наличии диктофона и когда вы берете машину вы же не сразу ее забираете оголтелу ускакав уже светлое завтра бывают и такие да ну в данном случае вы уже не такой потому что вы с некоторой настороженностью подозреваете здесь некий подвох вы уже получили товар из рук еще не подписали документы о приемке о том что они исполнили свои договорные обязательства красиво катитесь по двору потом говорите а почему здесь нету шумоизоляции и после этого развиваете скандал в нужную вам сторону потому что заставить кого бы то ни было подкинуть на дополнительные затраты это тяжелая задача у них ведь главная причина по которой они работают в этой сфере это потому что у них не получилось украсть в другом месте то есть их задача обобрать вас а вы что-то необбираемые какой-то и это странно поэтому борьба может быть только на нюансах эти нюансы требуют от вас некой оголтелости хорошо подвешенного языка потому что само по себе в вашу пользу оно не повернется как можно выиграть любой спор любой спор выигрывается натиском и умением жонглировать словами и аргументами если вы это не умеете будучи трижды правым вы проиграете это не касается автомобиля это касается по жизни всего на свете спор выигрывает тот кто громче кричит тут я с вами согласен хотя бы не криком а цивилизованно все таки цивилизованно вы когда в страну въезжали красную тряпочку видели помнишь как в старом анекдоте слава богу в ней родился слава богу мы все здесь родились но Алексей это Андрей это очень очень длительная битва и эта битва выигрывается только в случае если у вас что называется такая совсем уже безудержная мотивация иначе вы приходите и говорите я чем-то недовольный ну и что и это ну и что оно на самом деле разбивается практически все сразу вся аргументация накрылась медным тазом Дмитрий у нас Дмитрий здравствуйте Сергей добрый день здрасте у меня три коротких вопроса я владею Opel Astra 2007 года купил в прошлом году с пробегом так хотел спросить мне не повезло или это в принципе нормально в течение года ну несколько некоторое разочарование есть четыре амортизатора поменял передний правый привод аккумулятор термостат правый ступик стабилизатор или это все как бы нормально не не Дмитрий предыдущий владелец был счастлив у него ни один амортизатор не потек у него замечательно совершенно отработал аккумулятор и у него не было никаких проблем с приводами классная машина поспорьте с ним по этому поводу он на ней пять лет ездил был в полном восторге хоть бы один амортизатор хоть бы стукнул и другой вопрос меня стукнул сзади значит Жигуль и вчера мне пришла смс от страховой что они мне возмещают семь тысяч пострадал бампер покраска соответственно замена и дверь задняя вот есть ли смысл дальше разбираться с страховой или больше не выбить из них ничего вы можете со страховой взять ее на испуг хотя они профессионалы поэтому на испуг они берутся только если у вас есть адвокат либо вы возбуждаете в порядке гражданского производства значит иск по 1064 статье гражданского кодекса о возмещении фактически понесенного ущерба то есть против владельца Жигулей и солидарным ответчиком туда присоукупляете страховую компанию но это эквилибристика тоже для грамотного адвоката в одиночку восстанавливать продавать и покупать Skoda Octavia уже не Skoda Octavia потому что калужская сборка вы видите какие чудеса творит с людьми то есть вам нужно будет может быть и не продавать но еще немножко побороться а я с вами прощаюсь а я с вами до свидания